Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают потому что столько планов на лето, некогда. Ну а ты сама относишься к зомби офисным? Это же очень грустная история, почему же возник этот фестиваль. После фестиваля паники и истерики, я поняла, да-да-да, мы классно попаниковали, я поняла, что все, в офисе не могу сидеть, нужно что-то делать, и я уволилась. А знаете, все эти давние страхи, что же делать, когда ты потеряешь работу, когда ты не сможешь приходить в офис и пить шаровой кофе, шаровую воду. Я очень скучала за кулерами, за этим запахом ковролина, но поняла, что это нужно проблему решить. Поскольку психолога я себе позволить не могу, я решила организовать фестиваль офисных зомби. А чему самые зомби? Карл, чему зомби? Ой, вообще-то должны были быть дауншифтеры, потому что я же стала дауншифтером, я там сижу у себя на даче, вокруг козы ходят, но я подумала, что зомби – это весело. Во-первых, можно накраситься, нарядиться, что-то сделать с собой, побеситься в хорошем смысле слова, потому что вокруг, вот едешь по городу, везде таблички – аренда, продажа, у меня куча знакомых потеряли работу. Дрескод, фейскод. Да, да, все в напряжении, то есть нужно снимать это напряжение. Мы, кажется, отлично с этим справились на панике и истерике, и вот решили людям устроить новую психотерапию, это помочь им справиться вот с потерей работы. То есть ты на основе первого фестиваля решила сделать другой, так? Да, да, да. И как тебе вдаётся? Мы выбрали такую локацию в ДНХ, где никто не был. Например, шахта. 20 лет закрыта. Вы были там вот? Ни разу не было. Вот, видите. А у нас там будет хоррор-аттракцион. Можно будет спуститься под землю, там будет страшно, там будут зомби. Так а что ж там такого будет? Курсы выживания. Поставите початку на доведку про доведку. Философский семинар. Да. Не выплата зарплаты. Зомби-апокалипсис. Або 86 трав за кабачки. Бюрократичный лабиринт из HR. Вы пробуваниями. А какие ещё приемности вы приготовили? Ожидается вашей на фестивале. Мы взяли такой вот большой павильон и строим там такой нереальный какой-то арт-центр. Но это мы так называем. Конечно же, это просто такие инсталляции ниже фотозоны музей обанкротившегося офиса. Почему же он обанкротился? Потому что, например, у бухгалтера рабочее место было всё в котиках. То есть у неё всё было заклеено котиками. Но-но-но. А у кого-то проросла клавиатура. И там вот ростки. Мы сейчас это всё тестируем, делаем. В общем, будет очень много странных развлечений. Например, гонки на офисных стульях. У нас будет такой агрессивный уголок, который мы называем уголок карьериста. Психологи, кстати, делают. Там нужно будет драться. Драться подушками, бросаться грязью. То есть вот делать всё то, что делают карьеристы. Таня, а ты себя не чувствуешь таким тонесеньким троллем, який действительно у всех тонко троллей? Да, вот за этим стёбом кроется очень какая-то глубокая идея, чтобы люди немножко посмеялись и сняли вот это напряжение, которое есть у всех нас. О боже, что же делать, когда нет работы, маленькие зарплаты. Да жизнь продолжается. Мы это говорили и на первом фестивале, и будем говорить на втором. Скажи, это твое хобби или всё же профессиональная деятельность? Ты на этом зарабатываешь? Это вот хобби, которое когда-то перейдёт, возможно, в раздел зарабатывания. Сейчас мы просто креативим, мы развлекаемся, мы даём людям тоже возможность покреативить. Вот у нас просто там будет столько всего. У нас, например, на детской зоне будет самодельная барабанная установка. Мы строим её из старых кастрюль, сковородок. Вы делаете удачи и привет беруши, что ли? Здравствуйте, родители. Вот он я какой. Ну, люди должны, и дети должны заниматься творчеством. Они не должны увидеть какое-то гламурное уже сделанное что-то. Они должны вот мастерить, придумывать. То есть мы хотим, чтобы у людей включался мозг. А сами били коммерции, которые хотят покинуться, або же відерватися на майданчику, такие будут? Да, мы сделали корпоративный билет. У нас люди могут прийти, вот купить на компанию и корпоратив провести практически в этом. Да, у Гарри. А ещё у нас интересное разграничение. Билеты для зомби, билеты для людей. Билеты для людей стоят дороже, потому что, ну, не интересно быть человеком. Хочется повеселиться в эти два дня, немножко накраситься. Шановные зомби, стартап-шоу продолжается. Зараз корисная информация для всех вас. 90 стартапов за крок до финала подарю крутым проектам. Шансы отримать стартовый капитал от Низкафе 3 в 1. Детали на IDX Низкафе.com.ua. Ну, а с Тетяной и Лавикой мы увидимся и також зомби уже в наступной студии за 60 минут. Нагадай, будь ласка, что у нас будет еще. Да, на самом деле мы будем продолжать с вами говорить на тему зомби-очисных. Найдорожшие в свете бренды. Как не потрапить у лапы-окисных зомби. Мы будем с вами обсуждать все эти темы. Просто реально будьте с нами, потому что у нас невероятно интересные и сенсационные новости для вас. Яс, яс, яс.